Добрый день, уважаемые присутствующие! Руководство, преподавательский состав, гости и студенты Нижегородского государственного агротехнологического университета. Мы рады приветствовать вас на нашем торжественном мероприятии, посвященном двойной юбилейной дате 65 лет со дня рождения и 25 лет заведования кафедры земледелия и растеневодства, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Ивенина Валентина Васильевича. Давайте же аплодисментами поприветствуем человека, жизнь которого подходит в любом кауке. Валентина Васильевич, пожалуйста, поднимайтесь к нам на сцену. Чем славен ученый помимо своих научных достижений? Конечно же, своими учениками. На сцену приглашается первый ученик, защитивший кандидатскую диссертацию под руководством Валентина Васильевича. Стракин Владимир Лазаревич, кандидат социальный хозяйственный состав, заценка для общества и растеневодства, который познакомит нас... Владимир Лазаревич, вы знакомы с Валентином Васильевичем более 40 лет, поэтому именно вас мы хотим попросить познакомить нас с основными веками биографии нашего учителя. Уважаемые коллеги, студенты, наши гости, сегодняшним нашим знаменательным мероприятием, проведением конференции, посещенной заведующей кафедрой, заведующей с Валентином Васильевичем. И было бы мне поручено, как видите, прочитать его жизненный путь, творческий путь, веки основных его этапов жизни. Юрий Валентин Васильевич родился 21 августа 1958 года в деревне Лазарево Богородского района Горьковской области. С отличием окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, агрономический факультет в 1980 году. Свою трудовую деятельность Валентин Васильевич начал, будучи еще студентом в приоркском комитете комсомола, являясь заместителем комитета ВЛКСМ нашего института. Работал главным агрономом колхоза «Россия», затем директором совхоза «Лакшинский» того же Богородского района. Под его руководством хозяйство ОАО «Лакша» добился заметных успехов. В 1990 году руководимый им коллектив был удостоен Российского Красного Знамени Совета Министров и Центрального Кондитента ВЦСПС за комплексное развитие села. Его знает как ученого землетрической науки России и хорошего руководителя хозяйства во всей Нижегородской области. А глава Богородской администрации, Константин Васильевич Пульхов, в газете «Нижегородская правда» от 7 августа 1927 года написал следующие строки. «Я преклоняюсь перпетизаторами, доярками, пастухами перед такими мудрыми вожаками коллективов, как Владимир Ширенков, Григорий Окунев, Валентин Ивенин и другие». Работу в колхозе сочетал с научной работой, результатом которой стала защита кандидатской диссертации в 1986 году под руководством заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора сезвозительных наук, профессора Владимира Петровича Нарцисова. Тема диссертации «Оценка различных сочетаний культур, звеньев сил оборота и способов обработки серых лесных почек по дозимой культуре в Волго-Вятском регионе». Научные исследования были продолжены и в дальнейшем, как самостоятельно и также под руководством его работали студенты, практиканты, аспиранты. Были выполнены исследования по совершенствованию сил оборотов, системы обработки почвы и применения органических удобрений. Эта работа была завершена написанием трех монографий с авторством, сотрудниками кафедры земледелия и подготовкой докторской диссертации. Евгений Валентин Васильевич защитил докторскую диссертацию по теме «Совершенство основных элементов системы земледелия на серых лесных почвах Волга-Вятского региона в 1997 году в городе Самара». И через полгода уже стал заведующим кафедрой земледелия и растеневодства Нижегородской сельскохозяйственной академии, где, в принципе, до сих пор он и работает. Семь лет работал в качестве, в должности проректора по науке нашего вуза. Валентин Васильевич Венин имеет высшее юридическое образование. Он закончил заочно юридический факультет Нижегородского государства университета. В настоящее время Валентин Васильевич – профессор, заведующий кафедрой земледелия и растеневодства Нижегородского ГАТУ. Продолжатель создан ее предшественники научной школы Нарцисса Владимира Петровича, Заикина Валентин Вильямса Павловича, Зональной системы земледелия. Научная школа уже под руководством профессора Ивенина получила дальнейшее развитие в виде направления ресурсосберегающего и энергосберегающего земледелия. На основе этого направления научной школы профессором Ивениным создана магистрская программа по направлению подготовки 35.04.04. Агрономия по направлению ресурсосберегающей технологии при возделании с хозяйственных культур, руководителем которой он в настоящее время и является. Профессор Ивенин ведет педагогическую и научную деятельность, являясь членом Советов по защите диссертаций в Москве, Вишкарле, Самане. В настоящее время является членом Объединенного Диссерционного Совета в Ульяновске. Профессор Ивенин постоянно приглашается оппонента по защите кандидатских, докторских диссертаций, поэтому приобрел всероссийскую известность. Валерий Васильевич является почетным работником высшего профессионального образования. Профессор Ивенин автор 350 научных работ, в том числе 11 монографий, 10 учебных пособий с грифом УМО, какими цельхоза России. Особой популярностью среди ученых, практиков и студентов пользуются такие монографии, как научная основа использования зеленого удобрения в Волговятском регионе, в 2004 году вышла. Оптимизация приемов возделанной гировой пшеницы в условиях также Волговятского региона в 2011 году. Оптимизация технологий выращивания картофеля в условиях Волговятского региона в 2012 году. Агротехнические особенности выращивания картофеля в 2015 год. Оптимизация голландской системы обработки почвы под картофель в 2017 год. Учебные пособия научно-основой системы земледелия Волгоградского региона 2003 года, научно-практические основы системы земледелия Нижегородской области 2005 год, основы региональной системы земледелия Нижегородской области 22 год широко используется в учебном процессе при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов. Под научным руководством профессора Ивенина защищено 15 кандидатских диссертаций, в настоящее время он руководит 6 аспирантами. Общий трудовой стаж составляет 46 лет научно-педагогического в Нижегородском агротехнологическом университете и составляет более 35 лет в качестве доцента, профессора, заведующего графика земледелия. Ну и проректора. Летин Васильевич женат. Жена его, зауч Лапшинской средней школы. Сын Алексей, с отличием, закончен в Нижегородскую сельскохозяйственную академию, старший научный сотрудник НИИ Ройко, доктор сельскохозяйственной наук, профессор в кафедре земледелия России. Второй сын Сергей, закончен университет имени Лобачевского, юридический факультет, подполковник ФСБ Российской Федерации. Трое внуков, имеет хобби, поэзия, автор пяти сборников стихов, член Союза писателей России с 2012 года. Основные публикации в литературе. Родниковой воды глоток, стихи, изданной в Нижнобраде в 93-м году. Березы белой сторона, стихи также. Нижнобрад, 95-й год. Пусть светает душе у меня стихи, 2004-й год. Дали вечности, стихи Москва, российский писатель, 2011-й год. Свойства памяти людской, стихи, 2015-й год. Вертикаль, 21-го века. Вот это основные пути нашего Валентина Васильевича. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Для торжественного открытия пленарного заседания на сцену приглашается исполняющий обязанности ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета доктор экономических наук, профессор Воротников Игорь Леонидович. Добрый день, уважаемый Валентин Васильевич, уважаемые наши преподаватели, уважаемые студенты, гости. Прошлите зачитать приветственный адрес от нашего ректората. Эрикторат, профессорский состав, сотрудники, студенты и аспиранты Нижегородского государственного агротехнологического университета горячо и сердечно поздравляют вас с 60-летним юбилеем. Вы прошли большой жизненный путь, и эта юбилейная дата – прекрасный повод не только оценить сделанное, но и поставить перед собой новые амбициозные цели и задачи. Ваши деловые и человеческие качества, опыт, внимательные и чуткое отношение к людям, принципиальность вызывает глубокое уважение и авторитет среди коллег, друзей и студентов. Ваш широкий кругозор таланта, глубокое знание в профессиональной области, умение строить коммуникации всегда были вашими отличительными особенностями. Искренне желаем вам удачи и успехов во всех начинаниях, воплощения самых смелых идей и планов, сохранение на долгие годы интереса к достижениям высоких результатов в образовательной и научной деятельности, любовь к поэзии и творчеству. Пусть всегда будут рядом с вами любимые и родные люди, верные и надежные друзья. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Уважаемый Валентин Васильевич! И что называется, пару слов? Пару слов без протокола. Значит, естественно, большая дата, большое событие. Прекрасно, что мы проводим такие мероприятия в стенах нашего университета, потому что мы это проводим не только для юбиляра, даже не столько для юбиляра. Он знает свои заслуги, мы прочитали, значит, от корки до корки. Это проводим для вас, дорогие наши студенты. Потому что традиции, сохранение традиций, преемственность – это то, что позволяет нам жить, создавать, развивать. И всегда помнить о тех научных школах, которые закладывались до нас, нашими педагогами, нашими преподавателями. Я хотел бы подчеркнуть большой вклад Валентина Васильевича в период проекторства. Так получилось, что мы с ним были одновременно коллегами. И я всегда смотрел, какое уважение он вызывает. И в округу коллег-проекторов по науке всех музов страны. Их 54 вузы было. Он всегда спокойно, не повышая голос, очень лаконично всегда все это объяснял, доказывал, отстаивал, представлял ВУЗ на высоком всероссийском уровне. Поэтому бывших проекторов не бывает. Я думаю, надо поаплодировать проектору. Я хотел бы сказать слова о творчестве. Действительно, человек, который вышел на сцену, который спел песню, рассказал стихотворение, написал стихотворение. Он совершенно другой. И это сложно, непросто. А перед нами целые сборники поэзии и награда такая, всероссийского масштаба. Я хотел бы, вот эта идея возникла у нас спонтанно с проектором в своей работе, на поле в селекции, когда проходил День поля. Мы сейчас посмотрели стихотворение Путина Васильевича, которое называется «Сисказательный календарь». И там, ну мы можем сейчас немножко потую, но не полностью называем название, но есть прекрасное стихотворение, где к датам приуроченные стихи, именно сельскохозяйственной и аграрной тематикой. Мы решили сделать такой календарь на 2024 год, где привести эти замечательные его слова, которые связаны с датами, с операциями сельскохозяйственными. Это и будет педагогическая направленность, и для профориентации, для абитуриентов, и обязательно везде, во всем школам нашего Нижнего Нового города, и не только Нижнего Нового города, мы представим. И тем самым внесем какой-то вклад тоже в распространение этого прекрасного произведения, на мой взгляд. От коллектива мы сделали приказ, декан, так сказать, все это курирует, будет небольшой, так сказать, наш подарок от нашего всего коллектива. Ну и вот здесь говорили про картошку, то, что много времени занимался картошкой, картофелем. А, Владимир Васильевич, давайте в следующем году, так сказать, в нашем уже НИИ возродим вот эти ваши технологии, продолжим, чтобы у нас с вами были результаты на следующем дне поля, через день, на следующий год, чтобы у нас были уже заложены на нашем уже низкие, значит, опыты с картофелем, даже не опыты, а поля, чтобы по технологиям нашего замечательного ученого возделывались эти культуры, эти сельскохозяйственные культуры, имеющие большое значение. Еще раз с праздником, дорогой Валентин Васильевич. Спасибо. Спасибо, Игорь Леонидович. Как уже неоднократно упоминалось, на протяжении семи лет Валентин Васильевич занимал ответственную должность проректора по научной работе нашего вуза. Поэтому сейчас мы хотим пригласить на сцену коллегу, а теперь руководителя Валентина Васильевича, который взял на себя эту нелегкую ношу сегодня, проректора по научной инновационной работе, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Басонова Ареста Антиповича. Уважаемый Валентин Васильевич, уважаемые присутствующие, Мне особо приятно сегодня быть здесь и участвовать, и поздравлять Валентина Васильевича. Во-первых, он это особая когорта докторов, профессоров, которые не только преподают, но и они имеют трудовой стаж на производстве. Те идеи, которые были написаны в кандидатских и докторских диссертациях, они воплощены были именно в производство. Сам он работал. И я отношусь тоже к таким же, и поэтому мне это очень приятно, его поздравляют. Это первое. Второе, ну, как проректор по научно-исследовательской работе, инновационной работе, он поработал 7 лет, я еще немного поработал, но тем не менее мы с ним общаемся почти каждый день. Я прихожу к нему, он заходит ко мне, и мне это приятно. То, что сегодня требования к проректору по научной работе немного по-другому складываются. Раньше было полегче. Сегодня по-другому, но суть-то остается, суть та же. Правильно Игорь Леонид сказал, что не ему это надо, сегодняшнее торжество, а надо именно нашим студентам. Мне приятно, что сегодня молодые люди сидят и слушают, чему можно добиться своим умом, и как быть доктором наук, профессором и заведовать кафедрой 25 лет после того, как отработал на производстве более 15 лет. Руководителем. Нет, руководителем. Да. Вот. И поэтому Ваним Васильевич заслуживает уважения. Он признанный агроном, ученый-агроном, которого знают во всех областях необъятной нашей страны. Приезжая в другие вузы, постоянно передают привитые. И, значит, и в Самаре, и в Уфе недавно, Ярославле. Ну, в Чебоксарах там вообще друзья, близкие друзья. И вот мне бы хотелось бы, что важно отметить, о том, что в научной работе Валентин Васильевич, он выпускает молодых специалистов высшей категории, то есть это аспирантов, кандидатов в науку. Это важно отметить, потому что мы как бы взрослеем, а замена-то должна быть. И поэтому ему похвала в этом. 15 кандидатов в науку – это немало. Есть у нас, конечно, и доктора наук, которые выпустили по 25, 30 и 50, но, тем не менее, все впереди. Я и поэтому желаю. Желаю Валентину Васильевичу крепкого здоровья, благополучия, долгих людей в жизни, плодотворной работы, хороших учеников, а наушно-практической конференции желаю конструктивной работы, чтобы было много вопросов и чтобы было интересно. Спасибо. Спасибо, господин Сипович. Сегодня поздравить Валентину Васильевича к нам приехало много почетных гостей, его учеников и коллег. И мы приглашаем на сцену руководителя аппарата комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий законодательного собрания Нижегородской области, кандидата сельскохозяйственных наук, ученика нашего юбиляра, Нозина Николая Николаевича. Здравствуйте, уважаемый Валентин Васильевич. Здравствуйте, уважаемые друзья, участники научной конференции. Я очень рад здесь присутствовать. Валентин Васильевич был руководителем моей дипломной работы уже со второго курса. Он меня привлек к научной работе. Мы ставили опыты на производстве. По сути, Валентин Васильевич привил и саму любовь к агропромышленному комплексу, потому что я видел, как он, как руководитель сельскохозяйственного предприятия, с какой любовью относился к своей работе. Начиная уже с планерок, с пяти утра, я вместе с ним проходил все этапы производства. Благодаря руководству Валентина Васильевича дипломная работа была защищена с достоинством. Дальше Валентин Васильевич был руководителем диссерционной работы. Также хочу сказать, насколько он мудрый руководитель. Он четко ставил задачи, четко определенные сроки. И благодаря его руководству в моем характере уже тогда были заложены понимания, что любое дело надо доводить до конца. Как бы тяжело ни было, какие бы были мнения с других сторон, но добиваться цели, и я очень благодарен этому, потому что мне это по жизни пригодилось. И благодаря вот таким руководителям, профессорам, будут продолжатели, я уверен, на сто процентов. И я хочу сказать и пожелать Валентину Васильевичу, дай Бог вам здоровья, счастья и новых научных свершений. побольше вам учеников достойных, которые с любовью будут также вашими продолжателями. Ну и разрешите от имени законодательного собрания вам вручить почетную грамоту и ценный подарок. Большое спасибо, Николай Николаевич. От лица профессорского состава поздравить Валентина Васильевича с юбилеем мы с огромным удовольствием и уважением приглашаем на сцену доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующую кафедрой агрохимия и агроэкология, Веру Ивановну Титову. В августе этого года президент России Путин Владимир Владимирович вручил Вере Ивановне заслуженную награду «Заслужный деятель науки Российской Федерации». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо за... АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Иванович Васильевич, это вам. Извините, я потом было иду и скажу. Я просто сначала хочу поздравить просто цветочками, пожать вашему муку. Разрешите обниматься потом будем, а теперь позвольте я действительно скажу официальные, но для меня очень важные слова. Еще раз повторю. Уважаемый Валентин Васильевич, вы заведуете кафедрой земледелия. Эта кафедра испокон века была самой главной во всем сельскохозяйственном образовании. Всегда, во всех вузах, кафедра земледелия очень уважаемая. Я очень горжусь, что я тоже в свое время закончила агрономический факультет. Я считаю агрофаг своим родным домом. И мне очень приятно, что сегодня уже вспомнили эту фамилию за таком официальном представлении вашего жизненного пути. Нашим общим учителем был профессор Нарциссов. Нарциссов и меня учил. Ну и вот Стрекина Владимир Лазаревича, мы с ним вместе учились. И с нами несколько еще выпускников, которые достигли заметных результатов. Но, к сожалению, вот я вынуждена признаться, профессор Нарциссов мне по земледелию поставил тройку. Я троечница, настоящая троечница. Таким образом закрыл мне дорогу к ученому-агроному настоящему. Пришлось переквалифицироваться. Стал агрохимиком. Но никогда не забуду вот это уважение, которое мы испытывали к нашим учителям. И вообще юбилейная дата это повод вспомнить историю. Историю создания. Историю формирования. Вот в наших исторических корнях действительно есть сходство. Вы заведуете кафедрой своей главной на факультете. Я считаю, что я заведую своей главной кафедрой на нашем факультете. Факультет когда-то агрохимии, агропочеловедения. Ну, теперь по-другому называется. Но суть-то все равно осталась. В общем, все дело в истории. И очень приятно заниматься. Вот у Валентина Васильевича хобби поэзия. Я считаю, что у меня хобби история. Я, конечно, историк такой любитель. Но вместе со мной здесь есть человек, который мне это качество, мое желание заниматься историей прививал и развивал. Я прошу нашего бывшего заведующего музеем. Очень долгие годы заведовала музеем. И, собственно, создала музей. Истории в нашем вузе сельскохозяйственном. Наталья Павловна Королева. Пожалуйста, Наталья Павловна, подойдите, пожалуйста, сюда. И мы вместе с вами представим... Я прошу прощения. Мы подготовили с Натальей Павловной Королевой маленькую такую брошюрку. Но я так называю брошюрку, и сейчас Наталья Павловна скажет чуть подробнее об этой брошюре. Это историко-литературный очерк. Историко-литературный очерк. О нашем учителе, кафедре, создателе кафедры агрохимик, Ичуткове Вячеславу Петровичу, который профессором, первый раз пришел профессором на кафедру земледелия. И оттуда рос, рос, рос развивался, и была создана кафедра агрохимии именно в стенах кафедры земледелия. Наталья Павловна, пожалуйста. Спасибо. Ну, в первую очередь я хочу обратиться к господам студентам. Дорогие студенты, я 40 лет занимаюсь историей этого вуза. И хочу вам сказать, что я поздравляю вас. Вы поступили в удивительный, уникальный и самое главное, самый старинный вуз этого города. И никто не оспорит это мое заявление. Дороже земли ничего нет. Ничего нет. И этот вуз, который существует так долго, почти что больше века, делают кафедры. Не в каждом вузе есть кафедры, которым сто и больше лет. А у нас есть. И Вера Ивановна, и Валентин Васильевич достойнейшим образом держат это уникальное сооружение, которое так много дает нашей жизни. Каждый кафедр. Каждый кафедр на своем месте. И мне очень приятно сегодня Валентин Васильевич вас искренне поздравить с юбилеем. И я помню наше с вами содружество в течение многих лет. И мы провели очень много интересных мероприятий, потому что ему от природы дамо большое уважение и почтительнейшее отношение к истории. Он всегда знает, что всегда надо головку-то склонить перед теми, кто шел впереди и тропочку-то протаптал. Дорогие студенты, любите свои кафедры, своих преподавателей, своих учителей. Они выведут вас на такие славные дороги, как дорога Валентина Васильевича, как дорога Веры Ивановны. Поздравляем вас. Поздравляю родную Академию. Извините, пожалуйста, я же подарок еще не вручила, подарок у меня со смыслом. Я начинала из того, что мы давно родились, ну будем считать, наши родители давно родились профессиональные. И тогда, в те времена, историю делали фотографии, документы, письма, и письма очень интереснейшие письма. И я хочу вам подарить сегодня вот такой старинный, обычный альбом для фотографий. Да, теперь принято фотографии хранить на электронных носителях, но мы говорим об истории, и я желаю вам ее не только записывать так, которая была, но творить и записывать сейчас. Наталья, по-моему, Вера Ивановна, спасибо за такое трогать, такое познавательное поздравление нашему юбиляру. Спасибо большое. Для приветственного слова на сцену приглашается Алонина Светлана Игоревна, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Нижегородской области, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономика и организации предприятий АПК. Уважаемый Вердин Васильевич, я искренне благодарю Вас за тот труд, который Вы каждый день исполняете в нашей Академии, в нашем университете. Хочу пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, удачи, продолжения всех Ваших начинаний и за те...